Эпископ Кипрской Православной Церкви совершил визит на Урал. Митрополит Лимассольский Афанасий, глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл и епископ Нижнетагильский Есеровский Накентий совершили божественную литургию в Александроневском Новотихвинском женском монастыре. «Станем спешить на литургию, как на встречу с любимым человеком, потому что там любимый Господь», — эти слова в одном из своих интервью сказал владыка Лимассольский Афанасий. Такое отношение к соборному богослужению, безусловно, наполняет наш поход в храм особым содержанием. Богослужение — это не просто череда молитв или просьб, а то, что раскрывает перед нами вечную небесную жизнь. Молящийся в этот день со всеми собравшимися глава Екатеринбургской митрополии напомнил, что в этот день совершается празднование тысячелетия присутствия русских на святой горе Афон. И для нас это очень знаковое, большое и великое духовное событие. Мы воспринимаем это как особую Божию благодать для нашего города, для нас с вами. Поэтому мы сегодня в глубине своего сердца усматриваем в нынешнем событии особую, оживотворяющую и облагодарствующую всех нас Божию милицию. Покровка Святой Богородицы, Божие благословения, молитвы Старства Святой Горы. Одной из афонских традиций, которые можно встретить и в Новотихинской уральской обители, является раскачивание паникадила и вращение хороса. Первое действие символизирует радование ангельских чинов, а вращение хороса, украшенного иконами святых, соответственно, сорадование святых вместе со Христом. И каждый раз здесь чувствуем больше благословения и благодать Святого Богородицы Николая. Сегодня есть хорошая духовная радость, чтобы мы могли вам придать маленький подарок к икону святых царств и мучеников, которая сделана в нашем мастерском даре. Мы тоже чтим о память святых царств и мучеников. Теперь этот образ станет одной из святынь, строящегося в Екатеринбурге храма Воскресения Христова. Подарком для владыки Афанасия от главы Екатеринбургской епархии стал образ святой живоначальной Троицы. В завершении настоятель одного из старейших афонских монастырей, напомнил собравшимся о смысле истории о Самарянане, в жизнь которой вошел Господь. И самарянка ушла от колодца, не взяв в воде, она приняла с мечтой, она взяла, получила, приняла с Христа. И Редуиду Рудозору она приняла в воду живую, тем не ся было, и мы отсюда, и Редуиду Рудозору, приняли в воду живую. Евангельская беседа с Самарянкой напоминает всем нам и о том, что как желающий утолить телесную жажду идет к вырытому в земле колодцу, так желающий утолить жажду духовную должен идти ко Христу. Редактор субтитров А.Семкин